Здравствуйте, дорогие друзья! Это Вести из Подземелья с немножко аналитическим выпуском. Немножко побуду аналитиком в этом выпуске. Аналитиком по поводу некого очень расхожего утверждения, что на предстоящих выборах Алексею Навальному отводится роль спарринг-партнера для Путина. Все повторяют это утверждение прям как попугаи. Спарринг-партнер Навальный, спарринг-партнер для Путина. Ну и объяснение там какое-то есть. Оно выглядит логично, но не менее логично, чем 110 тысяч объяснений, которые можно по этому поводу придумать. А можно представить себе наоборот, что как раз Путин является великолепным конкурентом, если говорить языком других сфер, конкурентом для Алексея Навального. Прекрасная ситуация в России, на самом деле, для него складывается вообще великолепно. Он является единственным таким легальным, широко узнаваемым лидером движения людей, которые хотят изменения в своей стране к лучшему. Просто есть две тенденции. Первая тенденция – это тенденция на сохранение старого. Вторая тенденция – это на изменения, на движение вперед. То есть, в общем, жизнь, можно сказать, что этими двумя тенденциями и живет. Так вот, Алексей Навальный представляет собой или является подвижником тенденции на изменения к будущему. А все остальные, практически все остальные в политической сфере являются вот этой большой когортой, такой, знаете, болотного месива. И все, которые поддерживают вот эту мысль о том, что Навальный там спорит партнер, они тоже каким-то образом ногой или головой находятся в этом же самом месиве. Вот такая простая история. Смотрите в будущее, смотрите на небо и радуйтесь жизни, и поддерживайте Алексея Навального. Это были Вести из Подземелья. Вперед к следующим выборам. И не забывайте подписаться на наш канал.